Все о лошадях В Манеже основатель музея лошади Ив Бьенеме. На своем андалузском жеребце он отрабатывает комплимент, поклон перед публикой. На ипподроме каждый год разыгрывается приз Дианы. В полу-клубе на самом большом во Франции поле для пола проходит финальный турник. На песчаных дорожках в лесу тренируют английских чистокровных лошадей. Шантии. Этот городок с его 13 тысячами жителей, расположенный в 40 километрах к северу от Парижа, обязан своей известностью лошадям. Недалеко от ипподрома находится главная достопримечательность – замок 17 века. построенная Людовиком XIV. Больше ста лет сада приезжают туристы со всего мира. Здесь находится второе после Парижского Лувра самое известное во Франции собрание картин. Вато, Делакруа, Ван Дейк, Рафаэль. Но почти 300 лет назад тогдашний хозяин замка оставил совсем другой след в истории. Луи-Анри, герцог Бурбонский, был азартным охотником и страстным любителем лошадей. У него была некая странность. Он верил в переселение душ и считал, что после своей смерти превратится в лошадь и будет жить в своих владениях. Поэтому он заблаговременно позаботился о достойном окружении. В 1719 году по его распоряжению были построены большие конюшни – самые красивые конюшни в мире. 179 лет спустя Анри Орлеанский, герцог Амальский, сделал Франции роскошный подарок. Он передал замок, конюшни, огромные угодья и ипподром Институту Франции – национальному учреждению, занимающемуся развитием науки и искусства. Уже в 1834 году здесь провели первые скачки. Благодаря красивой архитектуре, удобному расположению недалеко от Парижа и великолепной природе, Шантии стала одним из самых известных ипподромов страны, что и определило всю жизнь города. Поэтому многие были в ужасе, когда в 1993 году правительство решило закрыть, Шантии из-за нехватки средств. Что это могло означать для города? Бургомистр Эрик Верс. Последствия были бы драматичными не только для города, но и для всей страны. Это один из самых старинных ипподромов и важный тренировочный центр Франции и Европы. Последствия были бы весьма печальны для всего конного спорта. Кто занимался спасением Шантии? Кого мы должны благодарить? Всех. В Шантии собрались специалисты, чтобы сказать решительное «нет» этому скандальному решению. В итоге конфликт был успешно разрешен. За это можно поблагодарить всех жителей Шантии. Шантии повезло, что здесь находится резиденция Агахана. Какую роль он сыграл в спасении Шантии? Принц Агахан финансировал этот проект. Именно благодаря ему были сделаны первые расчеты, касающиеся будущего развития Шантии. Для него это было очень важно, чтобы работал не только ипподром, но и был сохранен весь исторический комплекс. Агахан был вдохновителем и инициатором спасения Шантии. Он старался быть в тени, но при этом проявлял завидную выдержку и принимал активное участие в осуществлении намеченных планов. Он многое сделал до сохранения Шантии. Кажется, будущему исторического ипподрома больше ничто не угрожает. Существуют чистолюбивые планы. В будущем в модернизацию трибуны всего комплекса будет вложено по меньшей мере 10 миллионов евро. Орлиная гора. Это резиденция Агахана IV. Тут же расположен и центр подготовки к скачкам. В шести конюшнях больше 400 чистокровных лошадей. Они лучшие из лучших, отобранные в собственных конюшнях в Ирландии и Франции. Сейчас их готовят к скачкам. Каждое утро в половине седьмого лошадей группами выводят из конюшни. Начинается тренировка на специальных трассах. Трофеи в кабинете говорят об успехах и страстной любви к лошадям имама Исмулиитов, мусульманской общины, в которой 15 миллионов приверженцев. Основателем династии заводчиков был Агахан III, который в 1922 году стал развивать спорт королей. Его лошади вскоре стали звездами ипподрома. Лошади Али хана и его сына тоже брали значительные призы. Сегодня принц Каим, Агахан IV, 49-й имам Исмаилитов, является одним из самых успешных заводчиков и владельцев беговых лошадей в мире. «Почему вы лично приняли участие в акции по спасению ипподрома в Шантии?» говорит принц Агахан. Шантии имеет давнюю историю. Здесь проходили французские скачки, дерби и уокс. Это превосходное место для тренировок перед классическими скачками. Исчезновение Шантии нанесло бы мощный удар по французскому и европейскому конному спорту. В чем особенность этого ипподрома? Прежде всего, здесь проходят два важных соревнования по скачкам среди трехлетних жеребцов и кобыл. Во-вторых, здесь очень хорошая территория. В-третьих, этот ипподром имеет типичную форму. Это действительно очень хороший ипподром, и было бы больно, если бы здесь больше не проводились скачки. Насколько закрытие ипподрома коснулось бы лично вас? Я уже сказал, что ипподром представляет большую ценность. Здесь можно не только проводить скачки, но и тренироваться. Если вы хотите принять участие в Апсом Дерби, то поблизости от Парижа есть только одно место, где можно спускаться с горки по левой стороне. Это дорога в Шантии, где можно ехать в обратную сторону. Кажется, что опасность миновала. Вас называют спасителем ипподрома, потому что вы были первым, кто выступил против планов его закрытия. Вы уверены, что ваши старания были не напрасны, и будущему ипподрома ничто не угрожает? Уверен, это слишком громко сказано. Я надеюсь. Да, надеюсь, потому что есть договор не только с Советом Жакеев, но и с городом, регионом и Институтом Франции. Все участники договора едины в том, что нужно восстанавливать культурную атмосферу Шантии. Какое значение имеет для вас Шантии? Место, так тесно связанное с лошадьми? Это действительно уникальное место. Если вспомнить ипподромы во всем мире, то вы больше нигде не найдете удивительный комплекс в таком культурном контексте, как здесь. Такого больше нигде нет. Поэтому особенно важно, чтобы не только любители скачек, но и люди, заинтересованные в сохранении культуры, заботились о том, чтобы этот уникальный комплекс зданий и угодий не был разрушен, а наоборот развивался. На зеленых попонах инициалы АХ – это лошади Агархана на утренней разминке. Тренер, его ассистенты и жокей направляются к месту тренировок. Лошади скачут одна за другой. Ален Драйе Дюпре. Этот 56-летний, признанный во всем мире, тренер работает у Агархана. Он наблюдает за работой четырехлетнего жеребца Сэндавара, звезды конюшни. Он уже выигрывал скачки рояля Скотт. Через полчаса тренировка галопом окончена. Лошади расслабляются и идут шагом. У Агархана работают 45 жокеев. Они заботятся о том, чтобы ценные животные были максимально ухожены. В этом случае они смогут показать наилучший результат и увеличить число побед знаменитых во всем мире конюшен. Это одно из многих мест, где тренируются в Шинтии. Здесь стоят в стойлах более ста лошадей, которых готовят для гладких скачек и скачек с препятствиями на всех ипподромах Европы. Нигде в мире не встретишь в одном месте такого количества тренеров и лошадей. В этом городе живут почти сто тренеров, каждый из которых старается своими победами и завоеванными призами заслужить расположение хозяина конюшни. И все они надеются много заработать, чтобы поддерживать дорогостоящее содержание лошадей. В Шинтии 2700 английских чистокровных лошадей, которым нужно движение каждый день и в любую погоду. После Нью-Маркета в Англии Шинтии является самым большим тренировочным центром в мире. 250 гектаров угодий впечатляют не только своими размерами, но прежде всего идеально расположенными дорожками для тренировок. Решающим аргументом для появления 120 лет назад этого комплекса была идеальная почва, известняк, покрытый слоем глины и песка. Больше всего здесь ценятся песчаные дорожки, которым, кажется, нет конца. Во время дождя вода быстро уходит в почву. Летом красивейшие старые деревья создают тень, а зимой они защищают от ветра и замерзаешь не так быстро. Здесь созданы оптимальные условия для трудной работы сотен тренеров. Они могут ездить по газону или песчаным дорожкам длиной 33 километра. При этом они всегда уверены в отличном состоянии дорожек. Выбоины постоянно заполняют щебнем. Чтобы не травмировать людей во время тренировок, здесь ежегодно используют 3000 тонн щебня. Всем комплексом управляет общество «Французские скачки». 90 его сотрудников заботятся о том, чтобы безукоризненно работала система орошения и ничто не мешало работе. Для жакеев этот сервис означает, что они могут и должны 365 дней в году сидеть в седле. Основное здание комплекса находится рядом с центром города. Оно окружено лесом и расположено недалеко от ипподрома. Туда можно доехать на лошади за 10 минут. Даже начинающий жакей может сразу понять, какой ужасной ошибкой могло быть закрытие ипподрома. Весь огромный тренировочный комплекс утратил бы свой центр, свою силу. Окончание утренней разминки. Неважно, едут ли жакеи на известных или не столь успешных лошадях. И не играет роли кто их хозяин. Знаменитый Ага-Хан, барон Ротшильд, галерейщик Даниэль, Вильденштайн или общество таксистов. Эта группа начинает разминку. Она продлится до часа дня. До этого момента шоссе на несколько минут принадлежит лошадям. Они отправляются в угодье Шинтии, занимающие полторы тысячи гектаров. Это настоящий рай для жакеев. Каменные львы стоят рядом с замком у начала самой красивой и совершенно прямой дороги. Ее длина 4 километра. От львиного перекрестка начинаются дороги, на которых лошади могут расслабиться и перейти в спокойный голуб. Известную львиную дорогу тщательно выравнивают, чтобы лошади могли мчаться здесь на полной скорости. Неподалеку виден барочный фасад больших конюшен. Каменные лошади – доказательство страстной любви королей к лошадям. Сегодня здесь находится живой музей лошади. Это идеальное место для знакомства с историей верховой езды и разведения лошадей во Франции. Ежегодно сюда приезжают 150 тысяч туристов со всех уголков Франции, чтобы полюбоваться этим уникальным в Европе сочетанием исторической архитектуры, интересных экспонатов и самих лошадей. В стойлах лошади разных пород. Андалузские, португальские лузитано, арабские скакуны, кладрубы, чистокровные лошади. Под сводами старых конюшен герцога Бурбонского, в которых когда-то стояли 240 лошадей для охоты, располагается галерея. Деревянные лошади. С их помощью можно увидеть, как по-разному использовали этих животных во всем мире. На всех лошадях седла – упряжь. Рядом – таблички с объяснениями. Четверка лошадей парадного экипажа герцога Бурбонского. Наряду с охотничьей каретой королевы Марии Антуанетты – это один из самых интересных экспонатов. Он один в центральном круглом манеже. Создатель этого уникального музея, инструктор Ив Бинеме, родом из Пикардии. В 1959 году он впервые увидел заброшенные большие конюшни и много лет мечтал о том, чтобы возродить их к жизни. Только в 1982 году он смог арендовать здание у Института Франции и за свой счет превратить его в музей лошади. Дело всей жизни, которое принесло признание и награды. Но оно еще не закончено. Какие задачи стоят перед музеем? Ив Бинеме, директор музея. Мы хотим, чтобы лошадь стала ближе к человеку, и в людях проснулся интерес к ней. Ваша мечта 1959 года осуществилась? Нет, она никогда не осуществится, потому что я стремлюсь к совершенству, а его на этом свете нет. Чего вам не хватает? Всего. Я бы занялся художественной стороной нашей работы, улучшил бы выступление, превратил бы музей в самый большой в мире и поддерживал бы этот уровень. Все время хочется что-то улучшить, но для этого нужны инвестиции. Я надеюсь, что мои дети, которые станут наследниками моего дела, достигнут этой цели. Это и есть сам музей. Здесь 27 залов, рассказывающих о жизни лошадей в прошлом и настоящем. Конный спорт, лошадь в мифологии и легендах. Женщина-амазонки. Их одежда, седла, упряжь. В этом же зале можно увидеть выразительную скульптуру, украшающую фонтан. Вот они, удивительные контрасты, к которым тут так стремятся. Живые лошади, а не только скульптуры и экспонаты. Два раза в день во дворе псарни проходит небольшое представление. На трибунах более ста человек. Наездницы простым языком объясняют посетителям музея, как они управляют лошадью. Прекрасная декорация. Хотя представления на садовой дорожке проходят без особого размаха, публика внимательно следит за тем, что показывают наездницы. Выступление завершается цирковым номером. После представления можно опять пойти в музей и открывать для себя мир лошадей. На плакатах в зале коневодства можно увидеть правильную и неправильную постановку задних и передних ног лошади, а также стремена из самых разных европейских стран. Разумеется, здесь можно узнать, чем кормят лошадей. Какой же музей лошади без кузницы? Это так называемый собор. Этот круглый манеж – основной зал больших конюшен, строительство которых было начато в 1719 году по приказу Луи Анри, герцога Бурбонского и седьмого принца Конде. Сегодня здесь проводят представления в дождливую погоду. В XVIII веке в этой ротонде проходили шумные праздники, посвященные лошади и ее красоте. Здесь бывали русский царь и королева Швеции. Но и сегодня здесь каждый год проходит великолепная гола представления для избранной, изысканно одетой публики. КОНЕЦ 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 На газоне в так называемой деревне Гермес перед скачками устраивают пикник. Приносят всевозможные деликатесы и шампанское. Все тут друг друга знают и соперничают, чей стол самый красивый. Газон и подрома, как ярмарка тщеславия. Так самоутверждаются важные и влиятельные люди или те, кто себя таковыми считает. А на трибунах сидит народ. В половине третьего начинаются скачки. Борьба, победа или поражение, призы или потери. Несколько тысяч зрителей с нетерпением ждут главного забега. В призе Дианы принимают участие 15 жакеев. Призовой фонд составляет 400 тысяч евро. Забег кобыл трехлеток на дистанции 2100 метров. Это группа первой самой высшей категории. В забеге принимают участие только лошади лучших заводчиков, которые могут занять место в истории конного спорта. С этого места хорошо видно большие конюшни и жакеев, готовящихся к забегу. После старта все проходит очень быстро. Лошади пробегают дистанцию за 2 минуты 11 секунд. На фоне замка, на самом красивом ипподроме в мире, уверенно побеждает кобыла Эбжибдбенд, которая родилась в Америке. Через 2 часа после забега, в нескольких километрах от ипподрома, победителей ждут трофеи совсем другого соревнования. Команда участницы международного турнира по конному полу «Классик де Шинтии» выходят на поле. Это самые известные спортсмены Европы. Турнир проводится в самом большом комплексе Франции, с четырьмя полями, зимними площадками и школой для воспитания подрастающего поколения. Спортсмены мчатся на лошадях, бьют по мячу. Всадники и лошади делают все, чтобы получить приз чемпионата. У членов пола «Клуба в Шинтии» есть чистолюбивая цель. Они хотят превратить 135 гектаров земли старого фермерского хозяйства, которым когда-то владели герцоги Бурбонские, в ведущий центр конного пола в Европе. В хорошую погоду каждые 20 минут над парком Шинтии поднимается в воздух самый большой в мире привезной аэростат. Туристы могут полюбоваться прекрасным видом. Сверху видны леса, ипподром, замок, большие конюшни и необычный городок. Шинтии и в будущем останется бесспорной столицей конного спорта Франции – историческим местом, где главная роль по-прежнему будет принадлежать лошадям. Режиссер Михаэль Штофрегенбюллер Оператор Вольфганд Вагнер Звукооператор Торстен Хёльт Монтаж Карил Софий Райан Редактор Герхард Скрабеки Производство ВДР 2002 год Фильм озвучен студией Кипарис по заказу «Союз Видео» Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Учима Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...